добрый день всем с вами снова я татьяна меня попросили я бегу исполнять как связать вот такую шапочку мы вязали черепашек с вами вот эту вот маленькую вязали вот а шапочка у меня было от большой я вам покажу вот так это выглядело вот а девочки спрашивают как связать вот такую шапочку вот сейчас мы будем с вами ее вязать на ней она тоже сидит хорошо но она без шапочки я и делала ободок вот такой вот ободок я и сделала цветочки приклеила клеем и получился у меня ободок но раз люди просят шапочку хотят шапочку давайте сделаем шапочку вот так как она у меня розовая сиреневая такая вот то точнее панцирь у нее такой вот то и шапочку я решила вязать розовую вот с такой пряжи розовая то мне как раз остаток пряжа это я вам еще раз напомню это yarn art джинс это 55 процентов хлопка 45 акрила 50 граммах 160 метров вот вы я не знаю чего вязали черепашку я просто вязалась техниках черепашку вы пожалуйста берите ниточки какие вам нравятся я вам просто приблизительно как бы показываю а вот у меня будет это розовенькая вот но я не знаю как будет розовая на розовом конечно смотреться может сейчас я поменяю фон уберу своих черепашек и мы с вами тогда приступим ну вот я готова я надеюсь вы тоже смотрите здесь он принцип такой мы с вами вяжем круг то есть мы делаем амигуруми вяжем круг прибавки прибавки до той величины в которой у нас голова этой черепашки голова но если мне не изменяет память было 48 петель шапочка сделана я здесь увеличивала до 54 в принципе мне меня это устраивает так мы и будем делать вот давайте тогда приступим так берем он сами ниточки наши как лишь не убираем вставляем нужно так крючочек мы делаем сами кольцом амигуруми и приступаем значит 6 сюда делаем 6 столбиков без накида 1 2 2 3 4 5 и 6 вот затягиваем сразу ровненько укладываемся чтобы сразу было вот что получается смотрите вот так видно да вот так теперь мы делаем но я так делаю может кто-то делает по-другому сейчас очень много видео в интернете но я уже привыкла делать так я делаю соединительную петлю так замыкаю круг и продолжаю вязать уже со следующей то есть прибавки не туда куда я сделала соединительную а в следующую и вот мы все в каждую теперь из 6 делаем прибавки то есть у нас будет 12 вот и я так просчитываю 1 2 попарно 34 но это чтобы не сбиться счету чтобы не вешать сразу маркера никакие потом идет 56 следующую 7 8 9 10 и в последнюю 11 12 11 13 вот так вот и дальше по тому же принципу по тому же принципу нам нужно дойти до 54 петель то есть сейчас я вам скажу вот тут видно у меня по прибавка сейчас я найду последний ряд вижу прибавки не вижу вот вот прибавка и потерял я прибавки все свои так вот прибавка и вот прибавка вот прибавки вот так у нас получается 1 2 3 4 5 6 6 петель между прибавками если я не ошибаюсь то должно быть так вот я просто чтобы как бы не терять свое время и ваше время раз и связали черепашку я надеюсь что вы как бы кольцо вот это вот сам кружочек сможете связать так что давайте встречаемся с вами когда у нас будет 54 эти я еще провязала один ряд а то есть у меня уже 18 я через одну делала прибавку одну провязывала в одну прибавку одну провязывала в твоем хочу сказать я не использую маркера в данном случае когда так по быстренькому нужно круг связать я использую вот этот вот хвостик которому мы затягивали я его вот так перекидываю под рабочую нить и тем самым я обозначаю себе начало ряда вот и здесь мне уже не нужно считать сколько я сделала прибавок мне нужно просто считать через сколько петель я буду делать прибавку вот каждый раз в каждом ряду я ее переставляю просто поэтому если я вот дошла до конца и у меня вот здесь последнюю петлю прибавка значит я все сделала правильно это как бы знаете так ускоряет процесс не надо каждый раз пересчитывать правильно или неправильно ты сделал поэтому здесь вы только считаете допустим вот у меня сейчас ряд начинается я делаю через две теперь я считаю вот раз-два и в третью прибавка вот и я уже не заморачиваюсь сколько я сделала прибавок это как бы удобно вот и сюда как раз я дойду до конца и у меня здесь будет последняя прибавка это мой лайфхак вы хотите пользуйтесь хотите нет вы как удобно я просто рассказываю как я приспособилась к этому делу ну в общем давайте вяжем дальше следующий раз через три через четыре и в общем когда у нас будет 54 в кругу петли и мы с вами встретимся раз уж мы заговорили о лайфхаках еще хочу один показать ну блин не люблю иностранные слова говорю совет хочу показать вот смотрите чтобы не образовывались видите вот такие вот углы чтобы был ровненький круг я иногда ну в основном через ряд я чередую то есть я смещаю вот сейчас в данный момент в том ряду у меня была прибавка через три раз два три через три петли сейчас получается мне нужно сделать через четыре но я хочу сместить чтобы убрать вот эти вот углы вот я что делаю я сделаю просто два два столбика сделаю прибавку а дальше пойду уже считать как мне нужно то есть через четыре как у меня и должно в этом ряду идти раз два три и четыре и делаю прибавку и так далее вот здесь у меня останутся вот эти вот которые раз-два здесь тоже две петли до маркера они останутся то есть прибавка будет на две петли раньше но тем самым зато я как бы видите уже углы эти уйдут вот следующий ряд вы опять будете вязать так как нужно тем самым вы два раза получается сместили и углы у вас уберутся углов у вас уже не будет вот это как бы мой такой вот совет вам хотите пользуйтесь пожалуйста я связала вот такой круг видите у меня получилось последний ряд у меня получилось через семь убавки через 7 7 убавка 7 убавка и того 54 маркер я теперь убираем вот смотрите я примерила вот как на нашей шапочке но на моей точнее так же и получается дальше хотите решить перекладывайте маркер хотите нет в принципе можно но это будет видно я так чтобы считать ряды просто смотрите дальше мы вот эту часть вот эту вот мы вяжем без изменения без изменения прямо вот пятьдесят четыре петли 7 рядов но если вы посмотрите внимательно я не знаю вам видно или нет вот так вот смотрите здесь другие идут здесь такие столбики как крестики если здесь они шли как галочки видите вот скажу вот они как галочки шли раз галочка вот галочки галочки то здесь они идут как крестики и здесь эта часть она плотнее и держит хорошо форму поэтому мы будем делать следующим образом мы ниточку будем захватывать все потянем вот таким образом вот так вот так то есть если мы здесь вот так захватывали ну или кто как вяжет кто-то там пальчик выставляет то есть хватали вот так а теперь мы будем хватать вот так мы будем теперь загребать вот видите у нас сразу это меняется вот так может быть попробуйте кому-то будет и удобней мы вот так будем захватывать и вот так и видите другие и тут сразу видно что идут другие другие столбики идут вот если вас приглядеться но когда вы свяжете побольше то это будет видно конечно это лично у меня уменьшает скорость вязания но нужно так сделать потому что нам надо чтобы вот эта часть она была поплотнее ну а потом она все-таки будет выделяться все-таки как-то поинтереснее будет вот если вы не хотите делать таким образом если вам не удобно продолжайте обычными а как вы обычно вяжете только нужно сделать 7 рядов без изменений нам нужно провязать 7 рядов вот и давайте потом мы с вами встречаемся после 7 рядов и я вам покажу что нужно делать дальше вот связалась у нас вот в 7 рядов наших вот 7 рядов получилось теперь дальше смотрите что мы здесь когда делали прибавки последняя прибавка у нас было через 7 все вытащу маркер через 7 получалось столбиков восьмой здесь мы теперь продолжаем те же самые прибавки но единственное что мы будем их делать со смещением и мы будем вязать смотрите вот видите идет косичка вот как бы мы будем вязать чтобы у нас повернулась вот так вот наш бортик повернулся вот за эти передние которые к нам передние половиночки вот за эти вот и обычными столбиками вот так только за передние это один ряд мы провяжем так один ряд и не забываем про прибавки через восемь будем делать 1 2 3 4 5 6 7 и 8 вот с этой стороны смотрите как у нас получается видите вот она вот это вот косичка вот она идет это чтобы вот наша шапочка вот так наши бортики вот так вот завернулись потом один ряд нам нужно будет так сделать что показываю на светлом на розовом не очень видно вот 8 мы сделали и прибавку и так этот ряд до конца 8 прибавка встретимся с вами в конце этого ряда вот мы закончили видите нас уже на ход хотите вы не хотите она у нас как раз вот этот бортик уже заворачивается вот просто у меня маленький такой уже хвостик остался не хочу я вешать маркер вот дальше мы идем обычными столбиками но делаем с еще будем делать смещение уже за две половиночки мы цепляем раз два три четыре и сделаем прибавку чтобы у нас не было от этого угловатого клина на расширение и дальше мы делаем через девять столбиков так чувствую раз два три четыре пять шесть семь и вижу семь восемь девять и прибавка и так до конца ряда мы будем делать вот следующий ряд мы будем делать уже через 10 без смещения то есть от маркера будет сразу 10 еще отсчитывать и прибавки вот я довязываю последнюю прибавку делаю в 9 и прибавка последняя и у меня остается смотрите тут всем скажу раз два три 4 5 как раз 5 потому что мы сейчас два три четыре и пять потому что мы сместили с вами здесь мы делали через четыре всего у нас должно быть через девять значит здесь 4 здесь 5 все мы правильно сделали перемещаем и так вы должны будете сделать прибавки через 10 потом 11 через 11 смещаете и потом еще через 12 и я думаю этого будет достаточно вот здесь в этой шапке шляпки как раз вот так вот оно и сделано здесь вот их немного рядов просто если вы хотите и один ряд нам нужно будет контрольной без изменений связать вот если вы хотите чтобы вас этот бортик был побольше то вяжите значит прибавками также со смещением еще несколько рядов вот давайте свяжем и самостоятельно до 12 я вам вы там уже дальше сами как говорится продолжите сколько хотите дальше давайте встретимся мы с вами когда у нас уже будут убавки как раз таки вот и мы сделаем их через двенадцать смотрите вот у меня как получается я не провязала еще один контрольный как бы ряд мне очень нравится вот так вот такая вот шляпка еще я весь нашла вот так вот цветочек прилеплю его сюда вообще мне кажется замечательно цветочком или же сидеть мустанг или же где мой ободок вот мой ободок или же можно это как-то сюда цветочки и я имею ввиду перенести но мне кажется это вот перебор а вот с этим цветочком будет даже очень ничего но у меня нарисовалась такая проблема сейчас я вам ее покажу мне остался обвязать один ряд который уже без прибавлений но у меня кончилась нитка ниточка и мне не хватит явно не хватит поэтому что я сделаю смотрите заодно я вам сразу как бы это покажу вот у нас видите здесь была последняя прибавка чтобы не сильно так глаза бросалась я три столбика я провязываю и так скажем хорош вот вот что у меня осталось мне явно этого не хватит вот теперь я заправляю ниточку назад вот и все таки это же у нас как вот такой край уже который будет видно сейчас я заправлю вот так нитку чтобы ее не было видно и я сделаю обвязку другой пряжей в одну другим цветом сделаю сиреневым вот и заодно сейчас я вам покажу может быть вы тоже так захотите сделать вот тут у меня кусочки тоже остались я надеюсь не этого хватит нет ну конечно же мне этого хватит смотрите что мы делаем мы не здесь в другом месте здесь подальше возьмемся за руки друзья так вот мы присоединяемся так сейчас и наносим вот так мы присоединяемся сначала в любой столбик вот так вот присоединились прокладываем эту ниточку чтобы хвостика тоже у нас нигде не было потому что это край чистый и вот в каждую мы вот так красиво и обвязываем хвостик придерживаем просто уже без прибавок мы провязываем этот последний завершающий ряд сейчас я еще несколько провяжу вот вот этот хвостик который у нас торчит предательский у него отрежем все у нас будет чистенький край и можно даже было наверное с другой стороны это сделать обвязку да ну сейчас мы сделаем с другой тоже так и вот так вот мы по всему краю обвязываем сейчас я как варианта так вот посмотрим не понравится что нам долго перевязать что ли смотрите мы подходим к тому месту где вот у нас было вот эта штука нам надо здесь максимально сделать чтобы было у нас нарядно и красиво чем будем стараться вот наши чтобы не так был заметен сильно переход но он в любом случае будет заметен можно конечно постараться здесь еще одну и сделать петлю вот сюда мы так вот знаете путем проб и ошибок мы учимся пробуем что у нас получится но все равно переход вот видно единственное что вот это вот надо просто затянуть потуже я так думаю вот так вот вот так все и это все сглазили видите все у нас дело пошло и вот так значит ой по краю вот по краю мы пошли вот так значит сами обвязывать вот по всему вот ведь уже не так сильно видно когда подогнется так вообще его не видно вот и здесь у нас тоже все чистенько а вот это будет вот так единственное что еще могу предложить предложить с этой стороны обвязать вот так вот чтобы здесь была красивая косичка можно такой вариант попробовать давайте попробуем такой вариант точно также мы давайте вот здесь вот надо цепимся потому что лучше вначале вот это вяжем чтобы уже потом не мучиться мы точно так же мы подсоединяемся так закрепляемся прокладываем ой где-то хвостик вот этот прокладываем и с этой стороны обвязываем и у нас наружу будут выглядывать когда будет шляпка заворачиваться красивая косичка вот так это мы отрежем уже не нужно поэтому заправляем вот так ну и вот кому какой вариант девчонки больше нравится тут так и делает я вам показала как бы два варианта вот здесь тоже вот это видите чтобы петля не торчало давайте мы ее просто посильнее подтянем саму петлю вот вот так потуже и у нас этот переход не будет так заметен хотя все равно заметен ну а что сделаешь но сделаем его назад значит он у нас будет сзади вот и и вот так по краю то есть каким вам способом больше нравится таким мы способом и обвязываем вот вот что у нас вот что у нас получится с этой стороны если мы сделаем так тоже симпатично имеет место быть но если честно если бы не эта обвязка я бы как бы как вязала вот так вот так вы и закончила резала но у меня кончились ниточки можете точно так же просто кончились нет вот если у вас не кончились просто вот так вот закончить один ряд без прибавок без убавок и все он завернется и будет красиво но у меня видите безвыходная как бы ситуация придется мне сделать так давайте обвязываем и встречаемся получилось смотрите какая шапочка у меня сейчас будем примерять вот смотрите вот такое в цвет видите как раз этого панциря вот и сейчас мы наденем шляпку вот это где у нас было так сказать ну конец сначала конец сначала как вот так знаете не очень ровненько хотя мы старались по максимуму иди сюда вот вот так у нас получилось надо чтоб бровки были видно вот вот такая шляпка видите вот еще сачка не хватает хотите вот так сделайте так тоже интересно будет такой шапочка вот и можно вот так сделать вот что получилось у меня я надеюсь у вас тоже все получилось так же ровненько и красивенько вот смотрите сзади все очень быстро сели и за полчаса мы с вами все сделали можете сделать такой же шнурочек какой-нибудь на любой сопутствующих мне кажется достаточно это уже будет перебор так что как то вот так пожалуйста пользуйтесь оставляйте комментарии свои мне понравилось вам или не понравилось я старалась для вас до новых встреч пока пока